Как я готовлю тилапию? Случилось так, что все 7 штук были присобачены друг к другу. В вакуумном пакетике, а внутри еще одного пакетика. Я как-то не знала, что это так. И разодрать их было как-то нереально. Хоть они и были в сухой заморозке. В общем, я их все сюда зафигачила. А мне кто-то спрашивал, как я варю эту рыбу. В общем, фильтрованная вода, слегка подогретая. Потом кладете вот эту рыбу. А потом посыпаете карий приправой. И минут 5 она у меня варится обычно. Ну и карий я обычно как бы помешиваю. Но так как я тут даже без штатива просто вспомнила вдруг, что обещала записать. То вот как бы записываю. Такой совсем коротенький видос, наверное, будет. Но я потом, когда ее сварю, запишу еще. Скорее всего, и да, возможно, у меня тут слегка благородный тремор. Так как бы на штативе, на маленьком. Но на самом деле я все равно держу, возможно, тремор. Вот я ее помешала, тут эту самую рыбку. Наверное, мало приправы настолько рыбки. Но у меня в стабильной или много очень приправы и остренько. И совсем чуть-чуть. Сейчас, наверное, добавлю еще этой приправки. И если повезет, то тут будет хороший нажористый бульон, на котором можно вполне себе сварить суп. Я как-то сделала на бульоне от Телапису. Был очень вкусный. У меня тут есть укроп с солью. Свежий, так сказать. Когда-то он был свежим. Я думаю, что, наверное, надо добавить еще сюда укропа. В смысле и соли. Ибо я попробовала, она какая-то просто еще остренькая. Ну, обычно я как бы солю уже после того, как сварилась. Ну, почему бы и не сейчас. Она тут слегка начинает закипевать. Закиповывать. Кипеть, короче, начинает. Можно немножко будет убавить. И как бы скоро можно будет есть. У нас тут есть кот, который прям караулит эту рыбу. А я караулю, скорее всего, у кота, потому что стоит отойти. Как-то у меня была рыбка, и он ее только что сварившуюся схамачил, так сказать. Был у меня там какой-то окунь. Было две тушки окуня, пришла, осталось полторы. А потом вообще кусочек. Ну, типа с хозяином, так сказать, поделился. Там у меня, вон, видно, этот сердечком таким со свечкой. Скелетик от фондюшки. Я помню, там у меня кто-то просил шоколад потопить, потоплю я как-нибудь. А это чисто для любителей котика. То меня просят иногда в трансляции котика, а котик где-то шляется. Котик не хочет быть в трансляции. Вот так, если на него смотреть, такой маленький-маленький. Но он снова, по-моему, у меня разжарел слегка. Если его брать, то он тяжеленький. Вот он уркнул. Может быть, слышно было. Как давно я не монтировала, я не снимала на этот фотик. Не снимала так, чтобы можно было потом сшить и замонтировать. Ну, не считая того мыла, которое я все никак не замонтирую. Вот наша рыбка. Я уже газ-то убавила. И у пробчика туда покидала. Из-за того, что она так слиплась, изначально так задумано, видимо, было. А я как-то не знала, что она так была вот так слипшаяся. Так конкретно присобачена друг к другу. У меня теперь будет, блин, чуть больше полкило этой рыбки вареной. Ешь не хочу. На завтрак, обед и ужин. Думаю, можно уже скоро или кушать будет. И кое-кому тоже достанется. Немножко. Ибо если не дать, то сам возьмет. Вот у нас тут кусочки рыбки. И кое-кто сюда лезет. Вот прям лезет и лезет. Ему пофиг, что от тарелка хозяина. И не пофиг, что оно горячее. Кышка. Мя. Мне самой хочется. И тебе даем. И сами поедем. Только оно горячее. Тише. Зато вы услышали, как кот орет. В общем, как-то вот. Всем спасибо. Всем пока.